О том, что в Баткенской области, возможно, скоро придадут особый статус, накануне на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Улукбек Марипов. По его словам, постоянный представитель в этом регионе, назначенный на днях Умурбек Суваналиев, готовит предложение правительству сообщить, какие именно, пока не захотел. Отметим, придать Баткенской области особый статус уже несколько лет было одним из требований жителей региона, которые раз за разом приезжали в Бишкек на митинг после очередного приграничного конфликта. Несколько дней назад в столицу вновь приехали жители нескольких сел Баткенской области с требованием скорейшего решения вопроса по делимитации кыргызско-таджикской границы. По словам собравшихся, соседи планомерно захватывают территорию вблизи сел Аксай и Кокташ, то зажают там деревья, то начинают какие-то строительные работы. Если нам дадут особый статус, то у нас усиливается охрана госграницы. Пограничники более усиленно будут работать. По нашим понятиям мы требуем это. Мы это требуем. Пограничники усиленно должны сохранять. То, что имеем сейчас в границе, мы вот это должны сохранять. Как добавил Арстанбек Олимбаев, безопасность влияет на то, что из приграничных районов уехала молодежь. Население в возрасте от 20 до 40 лет там и не встретишь. Практически все на заработках. На родине негде работать, никаких заводов, фабрик и новопроизводства. В регионе нет надлежащей инфраструктуры. А предоставление особого статуса, оказывается, действительно предполагает другой уровень обеспечения жизненных условий в местности. Как пояснил исполняющий обязанности директора Госагентства по земельным ресурсам Абдуллат Мирзаев, в таком случае начинает действовать специальные программы, посредством которых строят фабы, школы и другие культурные и социальные объекты. К примеру, есть село Дерес в Аксийском районе. Приграничное. Это тоже особый статус. Основная проблема там заключалась в водоснабжении. Как я знаю, недавно представители села были на приёме у спецпредставителя правительства по вопросам демаркации и делимитации. В итоге их включили в программу по обновлению водопровода на сумму около 3 миллионов сомов. С нашей стороны мы начнём работу соответственно по протокольному поручению. Будем исполнять те указания, которые нам дадут. С предоставлением особого статуса приграничным селам иностранные граждане не будут иметь права регистрировать на своё имя недвижимость, добавил Абдуллат Мирзаев. А такие факты сейчас имеют место быть. По словам исполняющего обязанности директора Госагентства по земельным ресурсам, только в одном Аилу-Кмуту в приграничном районе Баткенской области как минимум 20 домов точно были проданы гражданам Таджикистана. По каким же критериям выбирают населённые пункты, которым необходимо придать особый статус? И всего три. Это низкая социально-экономическая развитость, также сложные природно-экономические условия и труднодоступность территории, а также риск возникновения угроз национальной безопасности. Сейчас особый статус в Кыргызстане имеет 81 село и 10 участков близ границы. Большинство расположено как раз в Баткенской области. Последний раз прибавление в списке было в прошлом году. Добавили 19 сел и 3 участка. Свои заключения дали 6 госорганов, рассказали нашему телеканалу в госагентстве по делам местного самоуправления и межэтнических отношений. По первому критерию Министерство экономики и госслужбы миграции, по второму Министерство труда и социального развития, а также Министерство транспорта и дорог, а по третьему критерию ГКНБ и погранслужба. По Баткенской области 61 села, 8 участков, по Джалабадской области 14 сел, 1 участок, и Сыкульской области 4 села, Ошская область 1 село, Талаская область 1 село. Но все это были села или участки, а тут целая область. О предоставлении особого статуса Баткенской области разговоры идут давно, рассказывает Абдарахман Маматалиев, экс-вице-премьер по вопросам границ. Однако дальше слов дело не пошло. Зато существовал вице-премьер, который отвечал за пограничные вопросы. А сейчас эту должность упразднили. Поэтому если Баткенской области придать сейчас этот особый статус, то некоторые проблемы все-таки решить получится. Ведь в этом случае предусмотрено очень много мероприятий по развитию региона. К тому же, что тоже важно, Баткенская область граничит с двумя государствами, на границе с которыми постоянно происходят конфликты. Если придать статус особый и, скажем, например, дать дополнительные полномочия полномочия представителям правительства по этой области, может быть, дать статус министра или губернатора, также дать особые полномочия руководителям силовых структур, это пограничные службы, управление внутренним делом, управление комитетом национальной безопасности. Это им дает возможность многие вопросы решить на месте, не дожидая согласования с республиканскими органами. Имея такие полномочия, глава области сможет оперативно реагировать на конфликтные ситуации с соседями. Не ждать, не терять времени, если необходимо применять силу и средства в ситуации, представляющей угрозы национальному суверенитету и целостности государства. Общая площадь области составляет 17 тысяч квадратных километров, или 8,5% территории страны. В самостоятельную территориальную единицу, как область, она была отделена 12 октября 1999 года из самого западного участка Оужской области. Это стало необходимо из-за усиливающихся угроз террористических группировок, которые стали орудовать на границе с Таджикистаном и Узбекистаном, близ тех отдаленных мест из-за недостаточного контроля руководства Оужской области. Отметим, протяженность границы Кыргызстана с Таджикистаном составляет 976 километров. Из них определены чуть более 500. С Узбекистаном – 1378 километров. Из них обозначены около 85%. Субтитры создавал DimaTorzok